Всем привет дорогие друзья! Вновь приветствую вас на своем канале! Как обещал, еду сегодня к дилеру. Будем по гарантии менять бачок омывайки, который потек у меня на пробеге 33 тысячи километров. Вот собственно говоря и одна из малочисленных недоработок автомобиля. В общем, заводчане, прошу вас обратить внимание на данную проблему. Потому что, вроде как, мелочь и неприятно. Потек у меня в верхней точке крепления. В общем, как тут мне подсказали опытные уазоводы, если бачок наливать до половины, то живет данный агрегат значительно дольше. Ну уж, коль такой объемный стоит бачок, ну грех его до горловины-то не залить. Поэтому надо с этим что-то делать. Но я, в свою очередь, сейчас посмотрю, почему происходит такая вот неприятность и, может, какое-то свое распредложение выскажу. Так что все, переносимся в автосалон УАЗ-Север, город Вологда. Поехали. Итак, мы на месте. Пойду оформляться и в рем-зону. Кстати, пока жду мастера-приемщика, обратите внимание, какие теперь концевики стоят на Новых Патриотах. Во, дождались. Теперь проблемы уйдут. Я так думаю, что надо будет такие себе прикупить. И эроглона с кнопочкой появилась. Вот. Так что, такие дела. Сейчас узнаю, может, себе сразу такие поставлю концевички. Так, новый бачок по гарантии. С двигателем. Такое крепление. В общем, короче, протерла его вот там вот, в самом углу. Посмотрю, что можно сделать потом. Такие вот насосики стояли. Ну и сейчас такие же стоят. А вот новый на месте уже. А еще, ребята, умер первый датчик кислорода. Сейчас вот, короче, снимаем защиту, будем откручивать. Сняли штаны. Защиту. Защита по фаншую с этой самой степлоизоляцией. Вот, с той стороны, сейчас покажу. Сейчас ждем датчик. И поменяем его. Такая вот неприятность вылезла на пробеге 33 тысячи. Ехал сейчас, загорелся чек, короче, как раз один к одному все совпало. Вот датчик бошевский стоит здесь, кстати говоря, румынский. Сейчас вот привезут новый. Случай не гарантийный, придется заплатить. Так, пользуясь случаем, покажу вам, вот, короче, выпуск разобрали сейчас. Ну и вот, видите, никаких отчеканий нет в катализаторах. Ну и датчик выкручен. Так что, вот, такие дела. Кстати, давайте-ка попробуем сотый посмотреть катализатор. А вот они. Все там, все. Все чисто. По расположению датчиков, кстати, Первый тут стоит. Второй вот здесь вот. Датчики кислорода. Так, давайте еще через отверстие датчика попробуем посмотреть соты. Вот что интересно. Так, давайте еще разобраться. ну вот катализатор в отличном состоянии пробег 33 тысячи 500 километров просто блестящих датчики старую ногу такой новая прокладка аналогичная ребят удовольствие по замене датчика вот на такую сумму у нас вышло но бачок по гарантии бачок новый теперь с насосами с новыми и вот дела так сейчас мне машинку пригонят и я поеду все поехал в общем вот старые запчасти там две прокладки лямда валяется так сейчас по делам потом расскажу чё к чему стоит у меня выгуливается нападающий развезло сюда никто не лезет ну все дела сделаны сейчас сейчас домой в общем рассказываю чего было после заправки чек загорелся погорел какое-то время и погас но я думаю сейчас приеду на всякий случай значит сделаем диагностику все это проверим ну вот собственно говоря проверили лямда из строя вышел вот и меняли так все в общем ребята на сегодня всем пока до новых встреч на канале я поехал устал как собака все ну и опилог дорогие друзья в общем насмотрелся я в салоне на концевике на эти у нового патриота съездил в магазин разозлился и купил аналогичные такие вот по 80 рублей штука вот в общем буду менять но об этом в следующей серии а пока пока пока